МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо парный экологический турслет студенты техникума электромонтажа и связи поучаствовали в акции «Живи лес». В Северодвинске разыскивается 43-летний Сергей Орлов. Последний раз его видели 4 октября. Борьба за корону началась. Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Миссис Северодвинск-Архангельс-2018». Кого ждут, расскажем в рубрике «Культурный город». На тушение городской свалки направят дополнительную технику. Сегодня на объекте работают 16 человек. Они продолжают проливку полигона водой, засыпают очаги тления песком и утрамбовывают слои. Директор СМУП спецавтохозяйства доложил, что на данный момент открытого горения нет. Для ликвидации проблемного участка, помимо собственной техники, задействованы спецмашины одного из предприятий. Решается вопрос о направлении на полигон еще двух дополнительных бульдозеров. Профсоюзы Северодвинска требуют вернуть четкое определение МРОД. Практику изменил Верховный суд. И вновь встал вопрос о том, входят туда северные надбавки или нет. Дело в том, что до августа 2016 года минимальную заработную плату рассчитывали по схеме МРОД плюс Северные. Основанием служила судебная практика. В случае, если начисляли зарплату меньше, через суды проводились доначисления. С 2011 года только жители Поморья так отсудили около 100 миллионов рублей. Однако с августа 2016 Верховный суд изменил практику. С его точки зрения, вообще говоря, могут компенсационные выплаты входить и в размер МРОД. В результате, на сегодняшний день, практика показывает, что и по Архангельской области, и работодатели, и суды стали принимать эту позицию. Мы с ней категорически не согласны. При этом обзор ранее действующей судебной практики не отменен. Аналогичная ситуация складывается в республиках Коми и Карелия. Профсоюзы Северодвинска подготовили обращение, где предлагают четко написать определение, что такое МРОД, исключив оттуда все стимулирующие компенсационные и социальные выплаты. Обращения с подписями в ближайшие дни направят президенту, председателю правительства, в Госдуму и Федеральное собрание. Ранее аналогичный документ отправили профсоюзы Архангельска. Дом затрещал, пошли трещины в подъезде во время ремонта. Помогите разобраться в ситуации. Такое сообщение накануне мы получили от жителей Ленина, 27. По их словам, дом затрещал после складирования строительных материалов на крыше. В ситуации разбиралась Евгения Карелина. Вот она от угла идет, видите, по потолку, от угла идет вот сюда. Вот она спустяется. И в этом тоже так же наверху, посмотрите, видите. Жители Ленина, 27, бьют тревогу. По стене первого подъезда пошли трещины. По словам жильцов, треска не услышали после того, как строители погрузили на чердак стройматериалы. В Сталинке капитально ремонтируют кровлю и фасад. Жители общались и со строителями. Они говорили, что все нормально, все хорошо, не беспокойтесь. А соседки говорили, которые с ними разговаривали, вы пока куда-нибудь уедете. И этого все увидеть не будете. Квартири-то нет, слава богу, пока. Но в подъезде, вот в углах есть, нас это очень тревожит. Поэтому мы как-то достучаться хотим до них, хотя бы через вас. Я говорю, так вы тогда заказывайте кран сегодня, завтра, послезавтра. А, говорит, дорого заказывать. Мы за один раз подадим и потом будем растаскивать. Ну вот они подали утром с 10 часов и в 11 часов тут все у нас захрустело, затрещало, западало. По словам Константина, строители одномоментно погружали несколько палец с кирпичами, массой около 3,5 тонны. Угол дома не выдержал и затрещал. Константин живет в соседнем подъезде. С трещинами на подъезде он уже сталкивался. Его кафе находилось в доме на Ленина 5. Кончится плачевно, потому что дома эти очень старые. Я живу и знаю. Здесь все коммуникации, все очень старые. Здесь если в кирпич попробовать вкрутить в болт или какой-нибудь дюбель, это нереально. Кирпич хрупкий, он сыпется. Непосредственно под нами подъезд. Только находится на подъезде несущие стены. Соответственно подъем можем осуществлять только на несущие стены, чтобы не нагружать деревянные перекрыты, которые здесь есть. По словам подрядчика, весь строительный материал рабочие сразу же распределяют равномерно на чердаке. Накануне также в одном месте кирпич и шиферы не складывали. А ремонт проходит по всем нормам и требованиям. Один кран нужен. Зачем много кранов-то? Просто единственное место выбрали вот это. Потому что самое оптимальное на чердаке находятся трубы. Мы будем дальше согласовывать уже с техническим надзором и с другими службами, в каком участке будет лучше принимать материал на чердаке. Подрядчик заверил, трещину обследуют. По его мнению, она была и раньше, просто сейчас дала о себе знать. Дом на контроле и у фонда капитального ремонта. Уже сегодня здание обследуют специалисты строительного контроля. Заключение будет позже. Евгения Карелина, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска. До 6 тысяч рублей от местных властей могут получить северодвинцы, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Социальную помощь с начала года уже выдали почти тысячи горожан. Кому полагаются выплаты? И что для этого необходимо, расскажем в следующем видеоматериале. Более 2,5 миллионов рублей из местного бюджета выделили с начала года на социальную поддержку северодвинцам. Это люди, доход которых не превышает прожиточного минимума. Также на деньги могут рассчитывать семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и другие. Стоит отметить, в регионе такую социальную поддержку населению оказывают только в городе Корабелов. Для оформления адресной социальной помощи необходимо предоставить документы, такие как заявление, паспорт обратившегося, СНИЛС обратившегося, справка с Дома управления о составе семьи, и также справки о доходах за три предыдущих месяца на каждого члена семьи. Выплата доходит до 6 тысяч рублей. Подробнее о программе можно узнать в медико-социальном отделе Управления социального развития опеки и попечительства на Ломоносово, 41А, в пятом кабинете, или по телефону 56 63 55. На пары в лес самые активные студенты техникума электромонтажа и связи отправились сегодня убирать мусор на берег Саузенского шоссе. Вместе со специалистами Североадвинского лесничества и представителями администрации города они приняли участие в экологической акции «Живи лес». Хорошая погода, приятная компания и полезное дело. Второкурсница Евгения Малыгина уже второй год участвует в экологических акциях. Вот и на этот раз, не раздумывая вместо учебников и конспектов, взяла в руки грабли. Я сюда приехала, чтобы помочь людям здесь прибраться, потому что мы очень сильно загрязняем окружающую среду, и чтобы было чище, и самим стало приятнее здесь находиться. Мне кажется, все равно то, что нужно показать людям пример, чтобы они, по крайней мере, могли убрать за собой, а не вести себя как свиньи. К примеру Евгении сегодня последовали еще 12 студентов с разных курсов техникума электромонтажа и связи. Ребята вместе со специалистами Североадвинского лесничества и представителями администрации города приняли участие в экологической акции «Живи лес». Проблема местных жителей города Североадвинска на отдыхе, оставляя за собой много мусора, приезжают отдыхать, после себя ничего не убирают. В результате мы видим большое захламление в горы мусора. Берег у Солзинского шоссе не единственное место, которое в рамках акции убирают волонтеры и экологи. В Куртяево выезжаем постоянно, убираем и на реках, и везде, где туристы отдыхают, на Ширшеме. Беспокоимся о природе, о окружающей нашей среде, поэтому стараемся убирать вовремя, чтобы пока до морозов. Силами экологов и студентов сегодня удалось собрать более 30 мешков с мусором. Результат – хорошего отдыха безнравственных североадвинцев. Так что прежде чем оставить после себя лишнюю бумагу, подумайте, что кто-то может последовать вашему примеру, отнюдь не образцовому. Мария Воробьева, Павел Пунонов, Вестник Северодвинска. В России ввели в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. При их изготовлении использовался усовершенствованный защитный комплекс и алименты с повышенным рельефом для слабовидящих людей. Виды, которые изображены на новых банкнотах, выбирали путем открытого всероссийского голосования. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя, на 2000-й – Дальний Восток, остров Русский и вид на космодром Восточный. Первыми новые деньги получат регионы, которые на них изображены, а также Москва. Их массовый ввод в обращение планируется в декабре 2017 года. А сейчас время прогноза погоды. Слово Ольге Савиновой. 13 октября не станет исключением снова осадки. Здравствуйте. О метеопрогнозах на пятницу после анонсов. Смотрите во второй части выпуска в Северодвинске разыскивается 43-летний Сергей Орлов. Последний раз его видели 4 октября. Борьба за корону началась. Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Миссис Северодвинска Архангельс 2018». Кого ждут, расскажем в рубрике «Культурный город». И главный кубок вновь выиграли северодвинские спортсмены. В Евпатории состоялась третья спартакиада работников группы ОСК. Вас приветствует Небесная канцелярия и наш спонсор – компания «Здоровье и милосердие». Со временем острота зрения может меняться, и это влияет на качество жизни. Проверьте зрение сейчас бесплатно. В рамках Национальной недели здорового зрения в сети салонов оптики «Здоровье и милосердие». В пятницу 13 октября по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ночью плюс 5, днем плюс 6. Ветер восточный, слабый до 3 метров в секунду. Облачные небольшие осадки, атмосферное давление неизменно – 754 миллиметра ртутного столба. В народном календаре 13 октября Михаил Соломенный. В этот день смотрели на приметы. Выпал первый снег, значит зима настанет нескоро, а в ближайшие дни придет потепление. А если журавли улетели на юг, значит зима будет ранней и холодной. Спонсор рубрики – компания «Здоровье и милосердие». В течение недели зрения до 15 октября предлагает проверить зрение бесплатно. На этом все. До свидания. 6 лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца, плода, оценка проходимости маточных труб. Более тысячи видов лабораторных исследований. Лазерное лечение заболеваний лор-органов, герудотерапия, водительские комиссии. Прием ведут только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье – наша забота. Железнодорожная 34. Программа «ТВ плюс. Все газеты за неделю? Всего за 42 рубля?» Это реально комплект из трех газет по выгодной цене. 42 рубля. Освещение событий в городе, аналитика и комментарии, обзор социальных вопросов и экономики, событий культурной и спортивной жизни, прогноз погоды и ТВ-программа. Газета «Северный рабочий». Вы не пропустите ничего. Спрашивайте в киосках города. Областной телевизионный конкурс «Дачник. Удачник-2017» завершен. Больше 20 участников представили себя и свое творчество в различных номинациях. Лучшая дача, ландшафтный дизайн, детский уголок, самоделкин, пушистый дачник, дачный фольклор, урожай, крепкий дом и дачные рецепты. 14 октября в 13 часов в Малом зале ЦК ИО состоится награждение победителей и участников конкурса. Приходите всей семьей. Мы ждем вас. Мы продолжаем программу и далее о происшествиях криминальной осводки в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Холдингу «Аквилон Инвест» 14 лет. Скидки и подарки продолжаются. Отмечай день рождения с нами. Только три дня – с 13 по 15 октября. Успей забронировать квартиру со скидкой 20% и дополнительной скидкой 50 тысяч рублей. Звоните 52-00. В Северодвинске разыскивается Сергей Орлов. 43-летний мужчина пропал 4 октября. Он ушел в Белое море на одноместной резиновой лодке грязно-синего цвета в район Дамбы на Яграх. Сейчас о мужчине ничего не известно. Всем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить по номерам, указанным на экране. Поход в баню обернулся трагедией. В Вельском районе проводится проверка по факту гибели двух северодвинцев. Погибшим 47 и 59 лет. Их тела обнаружили в бане без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мужчины приехали в деревню на охоту и остановились в родительском доме. Во время нахождения в бане они раны перекрыли заслонку и отравились угарным газом. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В регионе за минувшие сутки задержали двух мужчин, которые скрывались от отбывания наказания. Так, в Северодвинске сотрудникам вне ведомственной охраны попался 39-летний мужчина. Он скрывался от наказания за обвинение в уклонении от отбывания ограничения свободы. В Высокогорском районе задержали осужденного за неуплату алиментов. 31-летний мужчина также уклонялся от отбывания наказания. Мужчин передали полицейским. 8 января узнаем имя самой красивой женщины области. Стартовал отбор на конкурс «Миссис Северодвинск-Архангельск-2018». Как стать участницей и чего ждать от конкурса в этом году, расскажет Мария Воробьева. Юрист, мама двухлетней дочки, дизайнер-фотограф Наталья Висконтни – одна из первых участниц конкурса «Миссис Северодвинск-Архангельск-2018». Наталья пробует себя в разных сферах. Теперь будет бороться за звание самой обаятельной и привлекательной девушки области. Для меня это новый шаг, новая страничка в истории моей жизни, так скажем. Также, я считаю, хорошим примером это будет для моей дочери, так скажем. От конкурса я жду новых впечатлений, новых эмоций, знакомства с участницами. Также интересно будет мастер-классы, какие будут проходить на конкурсе. Я считаю, что если ты красивая, умная, талантливая, то необходимо показывать вот это, заявлять о себе. Это пятый юбилейный конкурс. Организатором традиционно выступило Центральное рекламное управление «Империал». Оно ждет участниц от 27 до 47 лет. Рост и вес значения не имеют, но есть и обязательные условия. У конкурсантки должен быть ребенок или она должна состоять в браке – гражданском или официальном. Традиционно девушек ждут мастер-классы по использованию аксессуаров, дефиле, фотопозированию. В этом году конкурс пройдет в формате фестиваля. Будет больше мастер-классов, будет больше творческих встреч, будет в этом году новинка. У нас будут участницы играть в квесты. Именно с финалистками будет основная работа. Это будет подготовка в полтора месяца. Она такая будет основательная в этом году. Финал пройдут от 12 до 18 участниц. Заявки на кастинг областного конкурса «Миссис Северодвинск-Архангельск-2018» принимаются до 18 ноября на Ломоносово, 97, офис 1. Кстати, подарки ждут всех участниц и кастинга, и конкурса. Среди них путевка в Крым, золото, мебель, парфюмерия. Подробную информацию об участии можно найти на страничке конкурса ВКонтакте. О имя самой красивой женщины области узнаем 8 января. А теперь подведем итоги викторины Ума Палата. Итак, Куртяева располагается на месте потухшего вулкана, вариант А. Особым почитанием Алексеевская часовня пользовалась, потому что была построена над пнем, перед которым возник чудотворный образ Святого Алексия, вариант А. А на территории Куртяева насчитывается 80 источников, вариант В. Правильно и вовремя на все вопросы сегодня ответил Игорь Кабанов. Ждем Игоря за подарком в нашей редакции в понедельник, 16 октября в 18.30. Миссис Северодвинска Архангельск 2018 Конкурс женской красоты, творчества, элегантности, успеха объявляет набор участниц. Тебе больше 27 и меньше 47, и у тебя есть дети? Заполни анкету и стань участницей конкурса. И может быть, именно ты станешь победительницей. Только 30 ноября в ЦК ОМ, звезда сериала «Универ» победитель второго сезона шоу «Один в один». Участник вокального проекта «Главная сцена» Виталий Кагунский. Начинаем в 19.00. Не опаздывай. Хочешь защитить свою дачу от огня? Не разводи костры и не сжигай мусор вблизи строений. Проезд к дому должен быть свободен. Очищай территорию от сухой травы и мусора. Пользуйся исправными отопительными устройствами. Содержи электропроводку в порядке. Не оставляй без присмотра работающие электроприборы. При возникновении пожара немерено сообщив пожарную службу по телефону 0-1 со стационарного 112-101 с мобильного. Отдел гражданской защиты администрации Северодвинска. Телефон 58-34-54. И о спорте. Главный кубок соревнований вновь выиграли северодвинские спортсмены. В Евпатории состоялась третья спартакиада работников группы ОСК. 6 по 8 октября в спортивном центре «Эволюция» 18 команд соревновались в семи видах спорта. Напомним, что две предыдущие спартакиады выигрывали спортсмены Севмаша. Более 300 спортсменов со всех организаций группы ОСК встретились на берегу Черного моря. Но не для того, чтобы отдохнуть, а выяснить, какая команда самая лучшая в спорте. Третья спартакиада включила в себя семь видов. Волейбол, настольный теннис, мини-футбол, легкую атлетику, гиревой спорт, плавание и комбинированную эстафету. Королева спорта легкая атлетика открыла спартакиаду ОСК. Спортсмены питерского бюро «Малахит» стали лучшими в этом виде. Севмашевцы дышали им в спину. Впереди было еще шесть состязаний. После побед теннисистов и гиревиков команда «Звездочка» заявила свои претензии на золотой кубок. Ее капитан Кирилл Лычкин готовился к этому старту целый год прямо на работе. В 10-м цехе ему помогли открыть зал для занятия гиревым видом спорта. На обеде и после работы у меня ходят люди занимаются. Прекрасный зал созданный. Ну, выигрывать всегда приятно. К тому же мы долго шли к этой победе. Спортсмены «Звездочки» решили не останавливаться и продолжили набирать очки. В турнире по волейболу команда судоремонтников уступила лишь соперникам из «Рубина», а выступления на водных дорожках Татьяны Дерягиной и Александра Белобородова принесли им победу еще в одном виде. Перед заключительным и самым сложным испытанием на победу в общем зачете претендовали как минимум 8 команд. Комбинированная эстафета включала в себя бег, стрельбу, роллер-спринт и велогонку. На каждом из этапов трио Александр Палий, Екатерина Ползикова и Александр Шемендюк выложились на полную. Финишировав первыми, они принесли команде «Звездочка» победу в общем зачете и золотой кубок «Спартаке» Адыойска. «Очень переживали за вольбол, за ребят, поддерживали, старались. Ну, в теннисе почему-то были уверены, у нас там хорошая такая сильная команда. И за плавание тоже у нас Танюша Дерягина очень молодец». «Кричали, голоса срывали на волейболе. Лично голос сорвал, ладошки все отбили. Считаю, что заслужили им эту победу». Второе место в общем зачете заняли спортсмены «Севмаша», а бронзовый кубок увезла команда «Балтийского завода». К слову, борьба за пьедестал была настолько плотной, что второе и четвертое места разделяют всего три очка. «Не видно эмоций, либо все уже эмоции остались там, в Евпаторе и на трибунах?» «Да, все эмоции остались там, мы там очень сильно переживали. Ну, а сейчас уже как-то приехали в рамках победителей. Ну, просто как-то даже не верится того, что вот мы сделали». По правилам, команда «Победитель» Спартакиады проводит ее в следующем году. По предварительной информации, спортсмены организации группы СК соберутся на четвертые старты в Анапе на базе «Звездочка Юг». Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Материалы выпусков вы можете посмотреть на сайте свойрегион.тв. А мы увидимся завтра. До свидания.